Мышцы, которые участвуют в ходьбе, естественно, он задействует. За исключением, наверное, поясничного отдела. Мышцы ног, ну, пассивно, естественно, пассивно он задействует. Железный костюм, в котором человек напоминает робота. Разработка ученых, направленная на восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций опорно-двигательного аппарата. Тренажер представляет собой конструкцию с моторизированным каркасом, который надевается как костюм. Его вес 23 килограмма, но пациент его не ощущает. Робот предназначен для автоматической ходьбы, поэтому носит и себя, и пользователя. Занятия в экзоатлет заменяют сразу трех физиотерапевтов. Такие тренировки показаны людям с ограниченными возможностями здоровья, с последствиями инсульта и травмы спинного мозга. Главное условие – полная работоспособность рук. Пациент, когда он ощущает то, что он может встать самостоятельно, пройтись, несколько шагов развернуться, естественно, появляется новое ощущение, то, которое было давно забыто. Это создает дополнительный эмоциональный всплеск к тому, чтобы двигаться в своей реабилитации, что есть еще возможности, и очень часто реабилитационный потенциал, он просто не реализован пациентам. Этот чудо-робот спроектирован в соответствии с телосложением европейского человека. Учитывается и особенность роста – от 160 до 190 сантиметров и веса до 100 килограммов. Теперь даже габаритные пациенты смогут вставать, садиться, ходить под присмотром специалиста. Все успехи запоминает компьютер. И позволяет любому сотруднику, инструктору увидеть сразу предыдущие все элементы тренировки и приступить к новым каким-то двигам реабилитации. Для того, чтобы такие тренировки принесли нужный результат, их нужно проводить либо ежедневно, либо несколько дней в неделю, по часу в день. Длительность курса по советам врачей. Для многих использование такого робота – не просто шанс вспомнить, каково это – стоять на ногах, но и попытаться вернуться в вертикальное положение. Благодаря вертикализации организма и ходьбе тренировки помогают нормализовать артериальное давление, увеличить объем легких, предотвратить дегенерацию мышечных и костных тканей, повысить подвижность суставов. В отдельных случаях, если спиной мозг поврежден не полностью, а травма произошла относительно недавно, и есть шанс вообще избежать инвалидности. Первым пилотом экзоскелета для тестирования в стенах реабилитационного центра ДВФУ стал Дмитрий, у которого травма спинного мозга после ДТП. Сегодня у нас четвертое занятие, да, и я уже вижу результаты, потому что у меня одна из ног начала лучше делать правильный подъем. То есть и в ходьбе у меня уже за четыре занятия появились маленькие, но изменения. Реабилитацию пациентов с использованием экзоатлет уже проводят 28 клиник страны, от Москвы до Новосибирска. Стоимость такого оборудования – 3,5 миллиона рублей. Специалисты медцентра ДВФУ надеются, что после тест-драйва будут оценены возможности экзоскелета. И при удачных результатах, а также при заинтересованности в лечении со стороны людей с ограниченными возможностями здоровья, такой чудо-робот появится в центре в качестве дополнительного средства реабилитации. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.